Привет, друзья! Если новый автомобиль за 5 лет теряет половину цены, с ним явно что-то не так. А порой вполне себе живые машины продают по цене в Торчер Мета. По сути, ликвидность машин на вторичном рынке тесно взаимосвязана с годовым падением цены. Показатели порядка 3-5% — высокая ликвидность, свыше 12-15% — низкая. Пример одного из самых ликвидных кроссоверов — Kia Soul. За 3 года он теряет в цене всего около 10%. А раз есть лидеры, есть и аутсайдеры. Причины вялого спроса на вторичном рынке самые разные — от технических до экономических. Сегодня для вас 5 кроссоверов, которые замучаешься продавать на вторичке. Рассмотрим на конкретных примерах. И начнём мы с Nissan Qashqai. Вариатор обесценивает любую машину после пробега в 50-80 тысяч. Конкретная модель вариатора не имеет существенного значения. Аудитория постепенно усвоила, что этот агрегат мало того, что слишком нежный и дорогой в ремонте, так ещё и дарит ватную динамику. А сильно давить тапку газа при этом нельзя — сломается. Со 100 тысячами на одометре вариатор ещё более-менее продаваем. Но если дело дошло до 180, то даже неизвестно, что посоветовать. Не менять же вариатор перед продажей. Выразительный штрих. При пробегах около 150 тысяч многие модели с механикой начинают стоить дороже, чем аналогичные, но с вариатором. У Qashqai хорошие моторы, и до 120-150 тысяч ничего страшного с ними не происходит. Но для вариатора этот пробег критический, а часто он требует ремонта даже намного раньше. Около полутора тысяч кроссоверов Qashqai двух поколений с вариаторами ежедневно ждут нового владельца. Правда, полной машин с механикой, потому что погоду портят ещё нестойкие материалы салона и относительно сыпучая подвеска. Но плохим вот автомобиль всё-таки назвать нельзя. Следующую группу плохо сбываемых кроссоверов можно назвать жертвами маркетинга. И Ниссан Тирана тому подтверждение. Все же в курсе, что по инженерии он почти идентичен Дастеру. А будучи новым, он не настолько комфортнее и богаче оснащён, чтобы стоить на 200-300 тысяч дороже. Так вот, на вторичке дороже его продать уже не получится. Тирана здесь в среднем чуть дороже Дастера. А спрос всё равно вялый. Причём ни на комбинацию мотора 1.6 с механикой, ни на 2.0 с автоматом. Быстро и за хорошую цену продаются только молодые машины от 2 до 4 лет, с пробегами до 50 тысяч. Рискнём предположить, что через пару лет в схожей ситуации окажется и Рено Каптюр. Ещё один перелицованный и улучшенный Дастер, но пока ещё модный. Есть ещё и другой набор такого типа. Технические близнецы. Митсубиси Аутлендер XL. Пежо 4007. И Ситроен Тикроссер. Аутлендер уходит на ура. С французами проблемы, потому что непопулярные и немассовые модели. Да, тираны по технической начинке идентичны Дастеру. Отличия в основном из сферы оформления. Но у поддержанных машин дизайн тема второстепенная. И дабы не попасть в неловкую ситуацию, выбирайте автомобили с умом. А комфортнее всего приобрести новый автомобиль помогут наши постоянные спонсоры из компании Автоспот. На их сайте вы с лёгкостью подберёте новый автомобиль по самой выгодной цене. Наглядно увидев сколько можно сэкономить при покупке в трейд-ин за наличный или кредит. После чего просто сделать заявку, подождать звонка менеджера и забрать автомобиль у официального дилера вашего города. Просто, удобно и бесплатно. Ссылка будет в описании, ну а мы вернёмся к рейтингу. Следом Cherry Tiga T11. У ряда кроссоверов в большей степени китайских из первой волны примерно до 2015-го. Коррозия развивается так быстро, что через 5-6 лет её просто невозможно скрыть. И это сильно влияет на спрос. Так некогда популярный Cherry Tiga 11, который выпускали до 2016-го по числу предложений на вторичном рынке, вдвое опережает все остальные кроссоверы Cherry вместе взятые. Не поверите, но цены стартуют даже со 100 тысяч рублей. Это уже реально утиль, и редко он превышает 550 тысяч. Одни из самых свежих вариантов 2014-2015 года предлагают порядка 500 тысяч рублей, а то и дешевле. Да, это ценовая ниша Нивы. Хотя Tiga намного крупнее и лучше оснащён. Если сейчас купить 11 с пробегом тысяч в 100-200, то через 3-4 года его действительно можно будет сбыть только как металлолом. Но ещё хуже и сильно дешевле продаётся его клон. Vortex Tingo. Таганрогской сборки. Особенно с роботизированной коробкой. Хотите жить спокойнее? За те же деньги возьмите лучше Гранту. У неё такой же дорожный просвет. Также невостребованная рынком комбинация мотор и коробка обернётся огромными потерями. Яркий тому пример Volkswagen Tiguan. На вторичке одномоментно выставлено на продажу около 1500 Тигуанов первого поколения и ещё 1500 второго. Чемпионская связка среди нежеланных версий двигателя 1.4 TSI в сочетании с механической коробкой. Сказывается и недоверие к движку, который изначально был крайне проблемным, и то, что Tiguan скорее предпочли бы с автоматом. Чуть лучше спрос на 1.4 с роботом DSG, чем на машину с механикой. Но, как ни странно, даже на более благополучные Tiguanы с двухлитровыми моторами и классическим гидроавтоматом покупателя тоже приходится завлекать, сбавляя немного цену. А вот одна из самых массовых, неликвидных групп кроссоверы премиум сегмента с избыточно мощными моторами. Никогда не задумывались о том, почему Mercedes может стоить так дёшево, при этом он даже не отбитый. В числе лидеров по тугим продажам на вторичке Mercedes-Benz M-класса, третье поколение, которое выпускалось до 2011. Машины последних годов выпуска с заявленными пробегами менее 100 тысяч километров пытаются сбыть по цене нового Duster. Первый фактор, отпугивающий покупателей высокий транспортный налог, у модификации с моторами 272, 306 и 388 лошадей. Второй, просевший авторитет Mercedes как сверхнадёжной марки. Причём проседал он именно в период выпуска этой модели, в том числе и за капризных моторов. Идентичная ситуация с BMW X3, X5 и X6. Пятёрку и шестёрку сбыть сложнее всего. 249, 313, 381 и 450 лошадей плюс мудрёные дорогие в обслуживании агрегаты. А вот и за Audi, например, самый неходовой товар — это Q7. Напротив, простые комплектации с базовыми моторами продаются вполне неплохо. У слишком мощных машин и расход топлива соответствующий, покупателей первичного рынка это мало беспокоит. А вот на вторичке ожидаемые затраты считают более тщательно. Что ж, надеюсь, этот выпуск оказался для вас интересным. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали. Впереди только самые актуальные автомобильные новости и крайне интересные рейтинги. Вы были на автомобильном канале ProAuto. До скорых встреч!